Главные новости уходящего дня расскажу вам я, Игуль Муке и команда информационно-аналитической программы «Новое время». Добрый вечер. Сегодня завершился государственный визит главы государства в Таджикистан. В первой половине дня президент Касымжомарт Токаев встретился со спикером Нижней палаты парламента Таджикистана Махмад Туиром Зокирзодой. По словам главы государства, казахско-таджикское сотрудничество развивается активно и этому в том числе способствует подписанное накануне историческое соглашение – договор о союзнических отношениях. Это знаменует начало нового этапа совместной работы с Казал Касымжомарт Токаев. Я поддерживаю предложение уважаемого президента Таджикистана. Это очень важно. Мы знаем вас как истинного друга нашей страны. Поэтому мы надеемся на то, что наши связи будут развиваться и станут очень важным элементом двустороннего сотрудничества и союзничества. Махмад Таир Зокирзодой в свою очередь подтвердил готовность законотворцев работать над укреплением межпарламентских связей, в том числе и над расширением договорно-правовой базы. Он поблагодарил президента Токаева за поддержку таких инициатив. Ваш визит свидетельствует динамичному развитию наших двухсторонних отношений. Мы высоко ценим этот визит. Как вы сейчас отметили, подписано 16 документов. Ключевым документом является договор о союзнических отношениях, который войдет в историю. Затем состоялась встреча президента Касымжомарта Токаева с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расул Задой. Глава государства поблагодарил его за содействие в проведении бизнес-форума, отметив, что достигнутые договоренности в ходе государственного визита и подписанные накануне документы укрепят казахско-таджикские связи в экономике, политике и социальных вопросах. В целом, мы вчера условились, что будем работать на достижение двухмиллиардной отметки в том, что касается взаимной торговли. Я думаю, что правительства двух стран должны изыскивать различные источники, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами. Глава таджикского Кабмина, в свою очередь, поблагодарил нашего президента за визит, отметив заметный рост взаимовыгодных связей между странами. Он подчеркнул, в скором времени братские республики раскроют потенциал торгово-экономической и промышленной кооперации, а также усиливают работу в сфере транспорта и транзита. Казахстан является главным приоритетом для правительства. Казахстан для нас является очень важным торговым партнером. Он стабильно в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций. И рост ВВП за первые полугодия уже говорит о том, что есть около 20% роста. И то, что вы дали задачу, поставили перед правительствами два руководителя государства, чтобы довести его до 2 миллиардов, она реально выполнима. Двухдневный государственный визит главы государства в Таджикистан оказался насыщенным. Прошли официальные встречи, результативным оказался бизнес-форум. С успехом проходят Дни культуры Казахстана. Об атмосфере этих дней не только расскажет моя коллега Кунсая Курмет. Большая часть времени двухдневного государственного визита была посвящена переговорам. Оно и понятно, ведь есть политическое стремление лидеров поднять на качественно новый уровень двусторонние отношения. И возможность все решить, как говорится, здесь и сейчас. Тем более, что в составе официальной делегации практически все министры. Главным итогом поездки, безусловно, стало подписание договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, которые уже назвали историческим. И 15 меморандумов о сотрудничестве в различных отраслях. Второй день государственного визита, который начался с официальных встреч, завершился на приятной ноте. Мамали Рахмон, не нарушая традиции, пригласил президента Касымжамарта Тукаева посетить выставку сельскохозяйственной продукции, которая уже стала визитной карточкой Таджикистана. Ковры из фруктов и овощей, построенные пирамидой из арбузов и дынь, а также красовались елки из разных сортов винограда. И все это made in Таджикистан. Юбилейный, президентский, королевский, все эти сорта винограда являются достоянием таджикских диханов. Продукция органическая, более того, все сорта выведены таджикскими учеными. Все это экспортируется за рубеж. Только с Казахстаном товарооборот за 6 месяцев нынешнего года составил 246 миллионов долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Впрочем, Таджикистан намерен повысить этот показатель еще больше. По поручению глав государств, лидера нас и президента Республики Таджикистана, много уважаемый Мули Рахманов и президента Республики Казахстана Касим Джамар Кемелычем Такаем, было такое поручение, чтобы организовать совместные предприятия в территории Казахстана, чтобы в будущем мы совместно производили, посеяли там у вас масличные и другие селхозкультуры, и чтобы там перерабатывали, потом привезли с собой. Мы на это сейчас с Министерством Сельскохозяйки Казахстана, уважаемым Сапаром Айдар Бексей Пеличем, мы уже работаем на основе дорожной карты, подписанной. Сегодня на выставку таджикские производители привезли также порядка тысяч тонн продукции. Это овощи, фрукты, мед, различные сухофрукты, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. Свой вклад в праздничное настроение внесли и студенты аграрного университета. Красивый ковер из сухофруктов со словами приветствия на казахском языке и их произведения. Я сам являюсь почетным профессором казахского государственного аграрного университета, а также внешним членом, иностранным членом корреспондента казахской аграрной академии. У нас очень хорошее сотрудничество и вузами Казахстана, и большими вузами Казахстана очень хорошее сотрудничество. И каждый раз у нас по обмену опытов, по проведению семинаров, других обмен студентов мы проводимся в разными мероприятиями. Кроме выставки сельхозпродукции, президентов и гостей ждал фирменный плов. И не один. В огромных казанах местные повара готовили все разновидности национального блюда. Казалось бы, плов, ну и что тут такого? Но столько и рецептов, и секретов оказалось у него есть. Хотя нашей съемочной группе удалось узнать рецепт любимого плова Эмамали Рахмона. Да, бараны смешаны с говядиной. Нут, баранина, изюм, морковочка. А из какого масла это готовится? Я готовлю масло с миндалью. А, миндалью? Выставка сельхозпродукции стала конечной точкой в программе государственного визита нашего президента. В аэропорт Казмужамар Тукаева проводил лично Эмамали Рахмон. За два дня пребывания главы государства в Душанбе лидеры двух стран сверили часы и выстроили четкий план дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Все договоренности, как подчеркнули лидеры, положительно скажутся на экономиках Казахстана и Таджикистана. Кунсая Курмет, Тулиген Бесимбаев, Жбев Жолет, Душанбе, Таджикистан. Сегодня премьер-министр Ролжаз Бектенов с рабочей поездкой посетил область Олотау, где ознакомился с промышленным потенциалом региона. Глава правительства заслужил доклад председателя правления корпорации «Казахмыс» Нур Ахмета Нуреева. Он сообщил, общая доля внутристрановой ценности компании в текущем году превысила 71%. За шесть месяцев этого года у поставщиков области корпорации закуплено товаров, работа и услуг почти на 93 миллиарда тенге. С местными предприятиями заключены офтейк-контракты на 28 миллиардов. Это позволило в несколько раз увеличить поступление в республиканские и местные бюджеты. Не обошлась поездка премьера в регион и без поздравлений. В преддверии Дня шахтера, который в этом году отмечается 25 августа, Олжаз Бектенов поздравил горняков с профессиональным праздником и вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касымжомар Токаева. Глава государства в послании народу Казахстана отметил важность развития горно-металлургического комплекса страны. В числе приоритетных задач обозначено стимулирование частных предприятий на инвестирование в геологоразведку. Здесь важно отметить имеющиеся резервы для дальнейшего роста. При этом мы видим, что в глобальной экономике происходят фундаментальные сдвиги, набирает обороты технологическая гонка, обостряется конкуренция за ресурсы. Поэтому нам необходимо приложить все усилия для увеличения запасов сырья для наших обрабатывающих производств. Проверил Олжас Бектенов и темпы подготовки к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время на тепловой станции номер один в городе Сатпаев ведется капитальный и текущий ремонт четырех котлов и газоходов. Модернизация оборудования проводится и на Жесказганской ТЭЦ. Сейчас там идет капитальный ремонт котла-агрегата номер пять и планируется ремонт котла номер семь. Это поможет снизить износ оборудования с 84 до 63 процентов. Премьер-министр поручил руководству региона, корпорации «Казахмыс» оперативно и качественно завершить подготовку к предстоящей зиме. На данный момент ведется два капитальных котла. Котла номер два станционного и котла номер три. Выполнение порядка 70 процентов. Также ведется два текущих расширенных ремонта котла станционного номер один и станционного котла номер четыре. Ремонтируются два капитальных ремонта газоходов и текущие ремонты газоходов. В принципе, все идет по плану. Посетил Олжас Бектенов и историко-культурный комплекс Жошу Хан, построенный в 2021 году по поручению главы государства. С момента открытия объекта его посетили больше 35 тысяч туристов из регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья. Премьер-министр поручил принять все меры для дальнейшего развития инфраструктуры и улучшения туристического потенциала. И сегодня государственный советник Ерлан Карин встретился с руководителями и членами редколлегии нового академического издания «История Казахстана» с древних времен до наших дней. Ерлан Карин отметил важность дополнения содержательной части многотомника качественными научными иллюстративными материалами, историческими картами, фотокопиями архивных документов и другими материалами с республиканских и краеведческих музеев и архивов. По итогам совещания Ерлан Карин подчеркнул значимость работы над академическим трудом по истории Казахстана, которые призваны стать основой для всех школьных и университетских программ, учебников и учебных пособий. Спикер Мажелиса, председатель партии «Аманат» Ерлан Хошанов высказал свое мнение по поводу строительства АЭС в Казахстане на встрече с активистами молодежно-политического лагеря «Жастар-Руха», который работает в Туркестанской области. Он сказал, что будущее страны в руках молодых, и именно они должны активнее высказывать свою позицию по всем вопросам развития государства. Как сказал наш президент, самые важные для нашей страны решения принимаются только с учетом мнения народа. Это принципиальная позиция главы государства. Следовательно, основное решение в вопросе строительства АЭС примет народ. Зачем нужна атомная энергетика? Она нужна для нашего будущего, повышения конкурентоспособности нашего государства, развития науки и технологии. В конечном итоге она необходима для укрепления независимости нашей страны и устойчивого развития экономики. В работе лагеря «Жастар-Руха» принимает участие 420 делегатов со всего Казахстана. Они обсуждают и вырабатывают предложения по привлечению молодежи в политику и общественную жизнь. Созданию пулу молодых политиков, развитию креативной индустрии в сельских районах и другие. Два года назад на форуме в Зеринде было принято решение о переименовании молодежного крылопартии. Изменилось не только название, но и суть организации. С тех пор же «Жастар-Руха» активно работает и стала ведущим движением, объединяющим молодежных лидеров по всей стране. В своем обращении к участникам Зериндинского форума глава государства Касымжимар Тукаев обозначил три основных приоритета для современного развития молодежи – стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Эти направления стали основой для дальнейшего развития нашего молодежного крыла. Между тем, сегодня в Астане прошла международная научная конференция на тему «Конституция. Поплощение ценности верховенства права гражданского общества и современного государства». На ней эксперты из УБСЕ, из Германии, Финляндии, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана обсуждали широкий спектр вопросов, связанных с совершенствованием конституционного правосудия и его влиянием на устойчивое развитие государства и общества. Основная цель современного общества – это защита прав граждан, предоставление гражданам равной свободы. Принцип установления верховенства закона напрямую связан с Конституцией. В Казахстане исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве на сумму более чем 10 миллионов долларов. Владельцы дорогостоящих ювелирных украшений, предметов историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в сакскую эпоху, и крупной суммы наличных средств, не смогли объяснить их происхождение. Все это имущество было передано в доход государства, так как в суде ответчики не смогли подтвердить законность происхождения активов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. К другим темам дня. Благотворительная акция «Дорога в школу» Ассамблея народа Казахстана сегодня прошла в Ахтау. Более ста детей из малообеспеченных и многодетных семей получили денежные сертификаты. К новому учебному году им также подарили школьные принадлежности. Этнокультурные объединения вместе со школьниками организовали праздник «Золотая осень». Дети охотно участвовали в конкурсах и викторинах. Дети получили подарки от ряда этнокультурных объединений. Они очень довольны и, в свою очередь, порадовали взрослых праздничным представлением. Сегодняшнее мероприятие с участием школьников несет и воспитательный характер. Дети видят, что можно сообща, помогать друг другу. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. Я же желаю вам хороших выходных и прекрасного настроения. До свидания.